Часто встречаю сообщения по поводу того, что вот держался я 10 дней, там 30 дней, полгода и срыв. Что делать? Как найти мотивации? Как бросить навсегда? Ну, в первую очередь хочу тебе сказать, что попробуй не бросать, а наслаждаться. Наслаждаться от того, что ты убираешь от себя, убираешь со своей жизни плохое, ненужное, то, что тебе не нужно. Если ты считаешь, что алкоголь, наркотики, сигареты тебе нужны, употребляй, пей, пожалуйста. Но ты знаешь, какие последствия у этого всего есть. Ты не бросишь, потому что вдруг в какой-то момент тебе кто-то об этом сказал, мол, все, стоп, бросаешь ты сегодня и навсегда. Так и не происходит. К сожалению, не происходит. Но, но, большое но, когда ты реально понимаешь, что это тебе не нужно, что это у тебя забирает больше, чем ты получаешь, ты это уберешь со своей жизни. Как ненужные знакомства, как плохие друзья, которые тебе кажутся, что ну вот последний шанс, вот даю ему последний шанс и все. И он в очередной раз тебе предает. И ты в какой-то момент уже получив граблями по той же шишке, ты уже в какой-то момент понимаешь, ну все, я тебе дал уже последний шанс, все. Теперь точно твоих контактных данных в моей телефонной книжке нету и больше тебя в моей жизни тоже нету. И так же и с любой вредной привычкой. Я неоднократно рассказывал на канале, что прежде чем убрать от себя вредные привычки, я пробивал дно. Да, то есть вот ты пробил дно, оно у каждого свое. То есть кому-то нужно там 10 измерений пробить дно, кому-то одно, да, кому-то 100, вот так. А у кого-то это смыслом жизни становится, становится такой вечно бросающий, становится, знаешь, на вот эту вот, на такую зависимость от вот этих вот американских горок, когда ты вот-вот-вот жизнь начала налаживаться, начал ты зарабатывать деньги, там все нормально, взаимоотношения стали улучшаться, ну все прям пошло как нужно. Бах! И срыв. И ты это все потерял. Но ты можешь сказать, если бы не это, да я бы уже, я бы уже, я бы уже достиг. Но нет, нет, это ты обманываешь сам себя. Да, ты пытаешься, может, кого-то еще обмануть, но в первую очередь ты себя обманываешь. В первую очередь наслаждайся, вот наслаждайся. Наслаждайся, что ты можешь дышать полной грудью, если ты бросаешь сигареты. Наслаждайся от того, что ты проснулся утром, и у тебя не болит голова, тебе не тошнит, если ты бросаешь пить. Наслаждайся, что ты помнишь вчерашний вечер. Наслаждайся, что ты, хоть может ты и немножко находишься в неуравновешенном состоянии, потому что нервная система расшатана от этих всех наркотиков, но ты знаешь, что ты владеешь сам собой. Вот наслаждайся этим. Когда ты через позитив к этому подходишь, у тебя все получится. Но когда ты подходишь к этому с негативом, вот держусь вот сквозь зубы, знаешь, я держусь, вопрос часов, вопрос дней, когда ты вернешься в привычный образ своей жизни, это точно произойдет, абсолютно точно. Я в этом уверен, потому что я знаю. Потому что я знаю, когда я держался 30 дней, и потом на 31-й брал пиво с раками, потому что я победил. А на следующее утро я 2 дня там еще умирал, потому что было плохо. И потом все возвращалось обратно. Или как придурочная 21 день. 21 день не пей, новая привычка придет. Да бред это все. Нет, нет. Если ты не принял решение, для себя ничего не уйдет. Это я к тому, что у меня тоже был 21 день, на 22 я и курил сигареты и так далее. Но потом со временем, когда я понял, как оно работает, знаешь, это как будто бы в какой-то момент ты понимаешь, ну все, теперь я понял. Вот я пробил очередное дно. Я знаю, что будет вот такой вот период, когда мне будет максимально трясти, но его нужно пережить. Вот для того, чтобы попасть вот туда, необходим энный промежуток времени, когда мне просто нужно прожить. Ну, прожить как? Наслаждаясь. Вместо прошлых привычек негативных, я буду теперь использовать, на это место ставить позитивные привычки. Вместо утренней сигареты на балконе, я теперь встаю и иду гуляю утром. Вместо желания выпить алкоголь, я напиваюсь воды. Вместо желания выкурить сигарету, я ем морковь. Когда у меня появляется энергия для того, чтобы, ну, вот та энергия, которая раньше шла на гульке, вся эта энергия идет в мой бизнес, в мою жизнь, в мой капитал. Собирай свои зожные дни, коллекционируй их. Если ты связан с инвестициями, то это так же, как заполучить первый свой капитал, который потом начинает приносить тебе твои дивиденды. Точно так же и здесь. Ты первый, второй, третий день, четвертый, пятый, месяц, второй месяц, год, второй год, третий. И это работает на тебя, на тебя, на тебя. Ты только приобретаешь, приобретаешь, приобретаешь. Убираешь ненужное, принимаешь все нужное. Твоя жизнь начинает улучшаться. И ты не живешь мыслями о том, что вот-вот-вот, сейчас ты набираешь, 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 вот уже у тебя полные руки, вот этой твоей жизненной энергии всего, всего наилучшего, того, что ты сам себе желаешь. И потом в какой-то момент тебя тряснуло, и ты все потерял, потому что пошел, напился, или там накурился, или еще. Нет такого, потому что этого у тебя больше в жизни нет. Нет. Ну, нет такой опции. Да, ты можешь. Можешь ли ты выпить? Ну, ты можешь выпить, но оно тебе не нужно. И ты не пьешь поэтому. Тот, который пьет, он не может не пить. Понимаешь? У него нет такой опции. Потому что это как будто бы забрать какую-то игрушку. А ты, когда не пьешь, когда ты убрал от себя все вредные привычки, когда ты не куришь сигареты, да тебе это и не нужно. У тебя, ты даже и не рассматриваешь это как опцию. Ну, не нужно это тебе. Ну, вот так. Ну, потому что это не дает тебе ничего. Это только забирает. Но если ты считаешь, что это дает тебе, значит, это твой путь. Стань лучшим алкашом. Стань лучшим наркоманом. Уйди как можно быстрее за счет этого и с этой жизни. Но нужно ли это тебе? Вот в этом вопрос. Поэтому, когда ты убираешь от себя ненужное, ты приобретаешь. И вот приобретай. Фокусируйся на это. Фокусируйся на приобретение. Когда ты получаешь, у тебя появляется жизненная энергия. Ты начинаешь ставить в себе жизненные цели. Почему легко пить? А потому что тебе ничего не нужно больше. Потому что тебе достаточно выпить. И тебе нет ни амбиций. Тебе ничего не хочется. Тебе ничего не нужно. Так же, как и с сигаретами, с наркотиками. Со всем этим быстрым удовольствием. Которое в моменте тебе дает сейчас псевдо хорошо. Но на дистанции оно забирает все у тебя. Все. Поэтому, если подытожить, основная мысль. Ты, когда от себя отсекаешь ненужное, фокусируйся на позитиве. Фокусируйся на том, что ты приобретаешь. Нормальная жизнь, вот чистая жизнь, а это про достижение. Это про постановку цели и достижение этих целей. Это когда у тебя, ты контролируешь себя. И ты постепенно идешь к своей цели, к своей задачам, которые ты себе ставишь. Ты приходишь к этому. Ту картинку, которая у тебя в голове. А у тебя есть картинка этого в голове. У тебя есть. Она может еще с самого детства идет. Но это есть у тебя эта картинка. И ты, твоя задача эту картинку воплотить в жизнь. Ты постепенно, по чуть-чуть, с каждым днем, ничего не теряя, приходишь к той картинке. Потом у тебя новая картинка начинает формироваться. И это же так интересно. Это же интереснее, чем что-либо, когда ты ставишь цели и приходишь к ним. Когда ты на протяжении всей жизни убираешь ненужное. Алкоголь, сигарет, наркотики – это всего лишь три вещи. Такие маленькие. Но на пути еще всего столько. Неподходящее дело для тебя. Не тот бизнес. Не те взаимоотношения. Не та пища. Вот это вот все. Не тот интерьер. И так далее. Вот это ты от себя все отсекаешь и делаешь из себя. Прям вытачиваешь себя. Вот того, кем ты хочешь быть. Формируешь себя. Вот для кого ты это делаешь? В первую очередь для себя. Потому что ты есть у себя. Формируешь тебе ту жизнь, о которой ты мечтаешь. Понимаешь? Если ты себе ее не сформируешь, ты себя в трезвости, в чистоте, ты себя не удержишь никогда. Тебе тут нечего делать. Нечего делать. Потому что всегда будет казаться, что там интереснее. Выпив там каких-то там 100 грамм, тебе будет казаться, что это лучше. Почему лучше? Потому что достаточно выпить пару капель, и у тебя мозг отключается. Ты перестаешь слышать себя. Да, ты начинаешь слышать себя. Когда ты в чистоте, ты начинаешь слышать себя, и ты уже не можешь ходить с гнилыми зубами. Ты не можешь ходить там с лишним весом. Ты не можешь ходить там в каких-то плохих взаимоотношениях, общаться с какими-то там неподходящими для тебя людьми. Работать на нелюбимой работе. Тебе все это придется менять. И ты поменяешь это, потому что иначе, иначе тебе нечего делать в чистой жизни. Потому что ты смотришь на себя в зеркале, и ты либо себе нравишься, либо не нравишься. Если не нравишься, то тебе приходится работать. Другого выхода нет. Работать на себя, выходить там по утрам на пробежку, может быть. Просто причесаться банально. Банально. Прям помыть зеркало это, в которое ты смотришь. Ну то есть ты понимаешь, куда на это направляется жизненная энергия. На все то, что тебя окружает, начинаешь улучшать. И это такой экспоненциальный рост, когда ты в секунду, в какой-то момент, хотя оно постепенно, да, все накапливается, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты в той жизни, о которой ты мечтаешь. Что для этого нужно? Убирать то, что тебе не нужно. Не фокусируйся на, допустим, там, алкоголе, как будто бы это все в твоей жизни. Это всего лишь что-то одно. Вот ступай в этот путь, иди к самому себе, потому что конкретно в чистоте ты будешь видеть именно самого себя. Себя настоящего. Будешь чувствовать, что тебе нужно. Когда ты утром просыпаешься, ты понимаешь, так, хочу это и делаю это, и у тебя есть силы для этого. А то, что тебе мешает это делать, ты либо уже убрал, либо сегодня уберешь. Верь в себя, потому что если ты не будешь верить в себя, в тебя никто не поверит так, как ты способен это сделать. и вселяй эту веру во всех остальных своим примером. Будь примером для других, понимаешь? Когда на тебя смотрят, и ты включаешь этот механизм продуктивности, когда смотрят на тебя и пытаются достигнуть того же, что и ты, а ты впереди себя, опять же, смотришь на таких же людей, только которые добились большего, чем ты, ну, для меня лично это смысл. Как я уже говорил, да, я живу ради того одного единого момента, когда я буду уходить с этой жизни, а все мы будем уходить с этой жизни. Вот, и этот будет единый такой момент, когда я пойму, что я все сделал правильно для себя. Вот, вот ради этого момента, мне кажется, мы все и живем. У всех он будет, и я топлю за то, чтобы мы, пока мы можем, делали все ради этого момента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok